Итак, я продолжаю. Прошло около часа. Вот результаты моих трудов. Пэт-тары нет. Пленки нет. Я прошелся по краям, собрал буквально каждый кусочек полиэтилена и каждую окурочку, которую смог найти. Но это не все. На дне посреди еще есть мусор. Я его смогу достать, только если нырну за ним. Это будет завтра, поскольку я сейчас замерз. Вода действительно холодная. Это довольно непросто было сделать. Сейчас я вам покажу кучу мусора, который я насобирал. Значит, вот что у меня получилось. Полиэтилен, пластик. Полиэтилен, пластик. Опять полиэтилен, пластик. Стекло. Вот. Сейчас я заберу только пэт. Вот. Задо пройду за всем остальным. Здесь, оказывается, очень даже популярное место у местной молодежи. Вот это. Когда убирал, нам не было, как они сюда, в этот пруд, бросали камни. Главное, что мусор не бросил. Это уже хороший признак. Но, тем не менее, они делают любое другое время. Вот. И я просто проведу такой эксперимент, чтобы выяснить, как же учат наши детей в школе относиться к чужому труду. Вот. И вы меня спросите, какого черта я полез в этот пруд, да, чтобы его очистить. От этого мусора. Типа, мне больше всех надо и все такое прочее. Но, чтобы меня понять, нужно обладать элементарными, базовыми знаниями о природе. Потому что без них сложно понять вообще, что я здесь делаю. От меня сейчас трусят. Я таким образом стараюсь согреться. Вот. И в природе все взаимосвязано. Этот мусор, если бы я его не убрал, разгался бы в природе несколько сотен лет. Вот. И все эти материалы, из которых он сделан, это все синтетика. Попадая в воду, он может попасть вместе с этой водой в ту воду, которую очищают на очистительных станциях. И подают к нам водопровод централизованный. И таким образом какая-то часть этих веществ, потому что фильтры на очистительных станциях, они же все-таки чудеса не творят. И далеко не факт, что они все смогут очистить. Так вот, в природе все взаимосвязано. В ней ничего нет лишнего. И этого мусора, по сути, быть не должно. И поскольку люди его сделали искусственно, а в наших организмах нет механизма его ликвидации. Наши почки, печень не в состоянии вводить эти искусственные вещества, поскольку на протяжении нашей эволюции они просто к этому не адаптировались. И поэтому эти вещества имеют способность накапливаться, не вводиться, а накапливаться в наших внутренних органах, в клетках. И поэтому это все влияет на наш возраст, на наше здоровье. Вот. И с другой стороны, очень приятно смотреть на чистую воду. Вот. Я в Крыму когда был, на диком пляже, там где людей мало, и там где чистейшая прозрачная вода, я плавал с маской, с трубкой. Я никогда в жизни не забуду эти ощущения, когда плывешь, а на дне, там где камни, водорослим все заросло, крабы ползают, рыбы, мальки плавают. Это, ну, просто не передать словами. И то, кто плавал, все это видел, меня поймут. Но я не говорю, что здесь будет то же самое. Естественно, здесь такого не будет, но все предпосылки к этому есть. Чистая холодная вода, солнце. Вот. А в дальнейшем здесь и водоросли заведут. Здесь уже есть лягушки, и они уже выметали икру. Я ее видел. Вот. Сейчас мусор я пэта сортирую, отвезу домой, а зато приду. Здесь еще очень-очень много пэта и очень-очень много мусора. Вот. И в дальнейших своих видео я буду подробненько рассказывать о том, какие изменения будут происходить в этом прудике. Вот. Также у меня есть трубка. Я сейчас с трубкой поплаваю, но мой организм еще не адаптировался к холодной воде. Вот. Я по утрам не закаляюсь, к сожалению. Ну, можно было сюда прийти и постепенно закаляюсь в организм. Потому что, ну, очень тяжело сначала на жаре, а потом холод. Вот. Это, ну, стресс для организма, резкие перебады температуры. Вот. Ну, на данном этапе все. Вот. Сейчас еще здесь посмотрим. Может, что-нибудь еще интересненькое найду. Там посмотрим. Боже, меня аж трусит. Да, аж самое интересное, совет для тех, кто в дальнейшем надумал здесь купаться или еще что-либо делать. Я, когда по краю ходил, я ходил в тапках, я умудрился порезаться очень серьезно. Ну, это было на пятке, и я был в воде, так что кровь остановилась. Но это не очень больно, поскольку на пятке мало нервных окончаний и кровеносных сосудов. Вот. В принципе, мне страшно, но если кто-то что будет здесь делать, здесь очень острые камни на дне, что будьте осторожны. Мой вам совет.